Всем привет! Меня зовут Наташа, и вы на канале IntelSfera. В этом видео мы с вами поговорим о школах в Эстонии. Как же так учатся эстонские школьники, если они удивили весь мир? В международном исследовании PISA в 2018 году они обогнали все европейские страны и стали среди 79 стран пятыми по чтению, восьмыми по математике и четвертыми по естественным наукам. Может, все дело в советском прошлом? Или в Эстонии создали новую уникальную систему обучения? Или там дети как-то по-особенному мотивированы на учебу в школе? И делает ли это их удовлетворенными и счастливыми? Досмотрите видео до конца, чтобы узнать ответы на эти вопросы. На самом деле от советской системы образования в Эстонии практически ничего не осталось. Сразу после распада СССР начались реформы. И, например, систему, которая похожа на российский ЕГЭ, то есть выпускные экзамены, тесты и поступление в ВУЗ на основе набранных на них баллов, ввели в Эстонии уже в 90-е годы. До сих пор здесь есть еще русские школы, а вот результаты их учеников, все тех же тестов PISA, были гораздо хуже. Они бы заняли 22-23 место в мировом рейтинге. Здесь также, как и в остальных европейских странах, есть обязательная основная школа с 1 по 9 класс. После нее школьник может продолжить обучение в гимназии или профессиональном учебном заведении. В Эстонии принято учиться задолго до школы. Здесь сильно развито дошкольное образование. Несколько лет дошкольник посещает подготовительные курсы примерно 2 раза в неделю, по 2,5 часа. Дети изучают эстонский язык, математику, окружающий язык, музыку, искусство, ну и все о человеке. И в результате такой подготовки дети уже знакомы со школой, знают, что такое урок, умеют читать и писать. Школы идут в 7 лет. Обязательное школьное образование 9 лет. Чтобы попасть в школу по месту жительства, нужно просто подать заявление. Если же вдруг родители хотят, чтобы ребенок учился в другой школе или в школе с углубленным изучением каких-либо предметов, то придется поступать и сдавать вступительные экзамены. Большая часть школ здесь – это государственные. Частных очень мало, так как качество образования не должно зависеть от материальных или социальных условий. Домашнее обучение возможно по состоянию здоровья или по заявлению родителей, но крайне редко встречается. Заочно школьники тоже могут учиться, однако возраст должен быть старше 17 лет и должны быть веские причины на это. Учебный год для школьников начинается 1 сентября и делится на четверти. Всего школьники учатся 35 недель, а в выпускных классах – 37. Каждый год Министерство образования устанавливает график каникул. В течение года школьники отдыхают 5 раз. Все каникулы, кроме рождественских и летних, длятся 1 неделю. Вот, например, график каникул на этот учебный год. Уроки длятся по 45 минут. Обычно в классе где-то 20 человек, но в некоторых классах количество детей может доходить до 30. Из-за демографической ямы снизилось количество учеников на одного учителя. Сейчас в среднем по стране на одного педагога примерно 12 школьников. А согласитесь, в таких условиях ведь гораздо проще уделить внимание каждому. Эстония – одна из самых развитых европейских стран с точки зрения цифровых технологий. Здесь давно уже существует электронное правительство, и граждане голосуют через интернет. И это тоже касается школьного образования. Здесь есть своя система электронной школы, e-call, к которой подключены компьютеры учителей, школьные администрации, родителей и самих школьников. Здесь отображается все. Домашние задания, оценки, посещаемость, новости и объявления – родители и учителя могут спокойно общаться здесь. Если вдруг ребенок пропускает занятия по болезни, то родители могут просто загрузить в систему справку. И этого достаточно. Но родители должны сотрудничать со школой и отвечать, если вдруг ребенок пропускает занятия. Однако, несмотря на такое активное использование современных технологий, большую часть времени дети учатся с печатными рабочими тетрадями и обычными тетрадками в клетку и линейку. Какие-то уроки полностью или частично могут проходить в компьютерных классах. Домашние задания здесь есть. Эстонские учителя не разделяют позицию своих финских коллег относительно домашней работы, но ее объем все равно позволяет детям находить время на хобби и отдых. Кстати, подробнее о финской школе можно узнать по подсказке. Некоторые домашние задания с первого класса уже построены так, чтобы ребенок искал ответы на вопросы в интернете, например, используя Google или Википедию. Его учат использовать компьютер и с его помощью находить информацию. Ну, конечно, в начальной школе ожидают от родителей, что они помогут ребенку заданиями, помогут научить учиться, объяснят, как правильно планировать время, чтобы обязательно успеть сделать домашние задания и успеть отдохнуть. Но и школа помогает родителям, объясняет, как это сделать, как правильно помогать ребенку с уроками. В Эстонии пятибальная система оценивания. В начальной школе ставят неконкретные цифры в качестве оценки. Учителя описывают результат работы, например, могут сказать «молодец» или «поработай над этим моментом». По итогам все тех же тестов ПИЗа здесь самый низкий в Европе процент неуспевающих детей. Может быть, здесь и правда какие-то особенные дети? Или, может, все дело в учителях? Как же так они учат? Ну, чуть позже расскажу об этом. На второй год здесь детей не оставляют. С неуспевающими работают дополнительно, назначают тьютера и составляют индивидуальный план обучения. В конце базовой школы ребенок получает аттестат. Только в том случае, если его оценки не нижеудовлетворительны, он выполнил творческую работу, издал экзамены по эстонскому языку, математике и еще одному предмету по выбору. На этом обязательное обучение заканчивается. Если ребенок хочет, то он может поступить в гимназию или профессиональное учебное заведение. Все зависит от того, хочет ли ребенок дальше учиться в университете или нет. К учителям требования здесь строгие, но из-за зарплаты нельзя назвать эту профессию престижной. Здесь нет высоких конкурсов при поступлении в университет или устройстве на работу, ну, как в той же Финляндии, например. Скорее наоборот, относительно мало молодых специалистов идет в эту сферу. Средняя зарплата школьного учителя примерно 1500 евро, что чуть больше в среднем по стране. Для сравнения, зарплата воспитателя в детском саду примерно 1100 евро. Но если сравнивать с другими странами Европы, то, конечно, значительно ниже. Отношения учителей и учеников скорее формальные, чем дружелюбные. Поэтому если вдруг возникает конфликтная ситуация, то учителя активно привлекают родителей, чтобы ее решить. Школа и семья постоянно взаимодействуют и сотрудничают. С самого начала родителям постоянно говорят, что вся ответственность за ребенка, за его образование и воспитание лежит именно на их плечах. А садик и школа – только партнеры и помощники. Школьное образование в Эстонии строится на проблемном, проектном и цифровом обучении. Учителя здесь не дают готовых ответов и знаний. Они подводят учеников к проблеме и предлагают определить ее и решить, чтобы прийти к этим самым знаниям. Школьники в одиночку или группами осуществляют разные проекты. И не только по одному предмету, а иногда сразу по нескольким одновременно. А благодаря цифровому обучению повышается компьютерная грамотность и в обучении активно используется интернет. Эстонские школьники уверены, что каждый сам способен развивать свой интеллект. Они готовы вкладывать все силы в собственное развитие, чтобы обеспечить себе лучшее будущее. Именно такими этих детей видят в обществе и мире. Но пять лет назад эстонские школьники оказались далеко не самыми счастливыми. Такие результаты дало исследование качества жизни и благополучия школьников. Большинство эстонских учеников ответили, что чувствуют себя несчастными в школе, потому что сильно загружены, постоянно пишут тесты. И нет, они не думают, что учителя их действительно слушают и уважают. И что же, на мой взгляд, мы имеем в итоге умные, но не самые счастливые дети? Не получается найти баланс и гармонию. А вы знаете, как это можно сделать? Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если вам понравилось. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы узнать о том, как учат в других странах. С вами была Наташа, и вместе мы найдем идеальную школу.